Так, ну всё, запись, запись идёт. Добрый день, дорогие друзья, с вами я, Наталья Лисакова и Дина Орехова. И сегодня мы поговорим об этом загадочном фэн-шуй. Действительно, почему-то люди считают, что достаточно переставить мебель, достаточно, что там ещё сделать, поставить нужное место кровать, начинаются прекрасные супружеские отношения, да? Поставить на рабочий стол лягушку с монетками, и деньги посыпятся, как из-за рук изобилия. Ну вот, сколько бы ни писали книг по фэн-шуй, сколько бы не было статей по фэн-шуй, я скажу, наверное, сейчас тайну такую открою для доверчивых людей, что книги пишутся для того, чтобы их продавали. Для того, чтобы, для информации, для того, чтобы люди понимали и знали, ну, как бы ознакомительная такая часть, да? Чтобы, ну, да, чем-то делиться, безусловно. Конечно, говорят, что действительно надо в определённой зоне квартиры своей ставить определённые вещи, то есть надо расставлять правильно. И частенько, начитавшись умных книжек, начитавшись статей, пройдя с компасом по квартире, расставляют всё, как поняли. Но от этого не происходит ничего, по большому счёту, почему-то. И я, Дина, знаете, здесь вот нынче сама столкнулась с тем, что всё-таки надо своё пространство простраивать правильно и гармонично, и знать, как это простраивается. Почему? Потому что у меня знакомая одна написала, говорит, слушай, говорит, у меня, говорит, бумага загорелась в туалете, там никто не курит, там никто не уходит, но она, говорит, взяла просто, но он находится у меня, говорит, ну, квартира, говорит, я не могу его перенести. Когда она пошла учиться, вот, я, говорит, не могу его перетащить. Но можно сделать так, чтобы не было, раз нельзя переместить что-то, то можно сделать так, чтобы, ну, обезопасить что ли, или как-то полегче это сделать. И вот сегодня Дина поделится не просто советами, рекомендациями, а всё-таки пройдёт свет на фэн-шуй, что же это такое на самом деле, да. И если кто-то захочет, конечно, более глубоко изучать, может обратиться потом к Дине за консультацией, за, может быть, даже обучение пройти у неё, потому что Дина специалист, и занимается она не просто фэн-шуй, она занимается в Адзе, она занимается, Дина, поправьте меня китайской медициной. Китайской медициной, да. То есть человек не просто что-то прочитал, каких-то книжек в магазине накупил, а действительно прошёл очень, есть учитель, который её ведёт, который даёт ей эти знания. Я вообще считаю, что такие знания, они действительно должны передаваться из уста в уста. Вот как-то так вот у меня почему-то. Потому что это такие сакральные вещи, о которых не пишут, о которых не будут во всеуслышание говорить. Почему? Потому что есть просто любители, да, которые что-то вот прочитали, и потом пытаются свою экспертность прокачать на своих знакомых, родных, близких, там пытаются прийти к кому-то в квартиру, сказать, ты неправильно здесь поставила, там, диван не там стоит, или рабочий стол надо в другое место перенести. И вот, потому что человек, специалист не будет этого делать. Когда его не просят, он не торгается в чужое транство. Не просят, не просят, не лезь. Да, и начинают учить, как надо жить, да. Хотя у самого, возможно, не так всё гармонично дома, на самом деле, не такие уж гармоничные потоки энергии идут. Поэтому сегодня я, конечно, очень рада, что Диночка с нами. И рада тому, что мы от специалиста, я могу сказать в полной ответственности, что от эксперта в этом плане, услышим действительно, от чего зависит наше благополучие, от чего зависит наш, не то что безоблачная, а спокойная жизнь, спокойная, комфортная, уютная дома. Потому что дом – это наша крепость. И если в нашей крепости происходят странные вещи, и она разрушается изнутри, ну, туда приходится только бросать всё и куда-то бежать. У нас нет возможности оставить жилище. Можно, конечно, покупать постоянно, менять жильё. Но я думаю, что, наверное, можно как-то простроить, да, своё пространство жизненное иначе, чтобы было действительно комфортно, чтобы дети не болели, чтобы было благополучие. Говорят, рог изобилия, да, чаша полная. Ведь это же зависит от нас, по большому счёту. Это не зависит от того, что там сосед лучше живёт, и там косо смотрит как-то ещё. По большому счёту, большинство людей наплевать, как вы живёте. Их интересует их личная жизнь, их личное пространство. Вот, ну, конечно, нас обсуждают, о нас говорят. Но мы должны прийти, если вы думаете о своём, о своём доме, о своих домочадцах. Диночка, вот, пожалуйста, скажите всё-таки. Вот действительно для меня это загадочный фан-шуй. Вот он загадочный для меня. Хоть я и читала что-то. Вот так как, да, у нас тема больше продолжается по романтике. Да, 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 да. Да, поэтому мы сегодня будем про фан-шуй говорить с точки зрения романтики. Начнём с того, что вот вы говорили, что у нас книжек очень много, что очень много читают эти книжки. И, естественно, книжки в магазине продаются часто такого лёгкого характера. Это, знаете, вот как есть классическая музыка и есть поп-музыка. Классическую музыку не каждый слушает, потому что она достаточно тяжела для понимания очень многих, потому что её нужно слушать особым образом, там, в тишине, вникнув, услышав там какие-то вот эти нюансы, вот эти гармонии вот этих звуков, да, совершенно другие знания, может, у человека должны быть, другие ощущения вот всего вот этого в музыке. А поп-музыка, она слушается легче, да, ты едешь тын-тын-тын, перетейн, и ты там с этой музыкой танцуешь, и она в тебе вот она живёт, и она вот вошла, как в тебя, и тебе не нужно ничего переваривать. То есть она вошла, и ты её принял, и всё вроде вокруг замечательно сразу стоит. И вот точно так же с этим фан-шуй. Фан-шуй есть классический фан-шуй и есть поп-фан-шуй. То есть вот в магазинах в основном вся практически литература, она как раз относится к поп-фан-шуй, которая легко для восприятия, и она более, вот эта литература и знания, которые они там дают, они более понятны для человека, то есть просты и понятны. То есть если ты хочешь каких-то романтических отношений, ты должен в своей квартире найти тот же угол романтики или зону романтики и его активизировать. Например, туда поставить этих уточек, парочку уточек мандаринок, да, или там сердечками украсить, там ещё что-то. Вот. И люди, естественно, берут, компас там выискивают, где у них этот сектор. Он, в принципе, в поп-фан-шуй, он находится практически всегда в одном каком-то секторе. Я уж точно не помню, по-моему, на Юго-Западе. Вот. И всегда, что вот именно здесь находится этот Юго-Западный сектор и, вернее, зона романтики, и вот ты его активизируешь. Вот это вроде человеку, в общем-то, понятно. Гораздо. Вот. С точки зрения классического фэн-шуй всё гораздо более сложнее. Почему? Потому что фэн-шуй начинается не с квартиры. Вот как мы, в общем-то, читая литературу или слыша от кого-то, кто-то кровати ставит, тут эти знаки, кто лягушку, кто сердечки там и так далее, да, не начинается фэн-шуй классический, не с квартиры, а начинается с внешнего окружения. И когда делаешь аудит, например, фэн-шуй на тему романтики, то надо смотреть сначала вокруг, что вокруг дома находится, где вообще ваш дом находится, вот, что вокруг него. И потом потихоньку от общего, вот, от большого, как по спиральке, да, вот большое-большое, и мы потихонечку-потихонечку закручиваясь, приходим в саму квартиру. Только потом начинается вот аудит фэн-шуй квартиры, потому что окружение часто говорит о том, что в самой квартире ненормально. Это все равно, что вот если мы взяли стакан воды из озера, да, он будет грязный. И как выпив его, какую воду, мы не выпьем воду чистую, мы выпьем воду грязную, попадает в нас вода грязная, да, и точно так же получается и в фэн-шуй. То есть какое окружение, какую энергетику она несет в наш дом, что вокруг дома. Поэтому аудитор от любой, либо романтического порядка, да, либо финансов начинается с внешнего окружения. То есть что у нас вокруг. Это первый нюанс, да, и, естественно, вот на такой маленький еще второй нюанс, если мы говорим о романтике, очень часто люди хотят все и сразу. То есть мы хотим и денег, и любви. Вот если вы хотите выбрать сразу два, не получится, надо какие-то приоритеты поставить. Если мы говорим сейчас о романтике, значит, мы выбираем сегодня романтику, потому что весна, любовь, хочется, чтобы тебя любили, цветочки дарили и так далее, да. Поэтому давайте тогда выберем для себя сейчас любовь и будем проводить такой аудит именно романтического характера такого, да. На что мы обращаем внимание вокруг, да, вот, например, своего дома? Во-первых, где вы живете? Вот видели, наверное, что люди живут либо внутри квартала, вот многие же хотят жить внутри квартала, да, а кто-то там вот в более в оживленных каких-то местах живут, да. И если говорим о романтике, то вот семья, дом, вот это спокойствие, да, оно ассоциируется с чем? Оно как раз ассоциируется с тишиной, вот с этим спокойствием, такой стабильностью. Это нам дает проживание внутри квартала. То есть вот внутри квартала делаются, строятся отношения, но не делаются часто деньги. То есть там тяжело думать о деньгах, но хорошо строить именно семейные отношения. Поэтому даже вот с этой точки зрения посмотрите, где вы живете, более в активном, если вместе, то вам, у вас много вот этой энергетики, много, может быть, какой-то агрессии такой, да, вы, может, чаще ругаетесь, там и так далее. А вот внутри квартала, оно более тихое, спокойное. Потом на что дальше нужно обратить внимание? На каком этаже вы живете? На верхних этажах или на нижних этажах, ближе к земле? Вот на верхних этажах больше о деньгах надо думать, а на нижних этажах больше об отношениях. Просто тем выше, тем ветер там активнее гуляет, да, вот, и энергия вот фэн-шуй, она идет сверху вниз. То есть вот самая энергия вот эта сильная, да, она идет сверху вниз. Соответственно, если мы там наверху думаем о деньгах, часто замечали же, да, все офисы вот таких миллионеров, вот эти здания большие они, и они часто находятся на самых последних вот этажах. Поэтому вот там делаются деньги большие. А вот о семье и о доме романтики нужно думать на поле низких на земле. Поэтому более люди спокойные, более такие уравновешенные, гармоничные такие. Они живут больше вот на нижних этажах, потому что вот до них энергия такая уже более мягкая доходит, более спокойная. Да, поэтому вот на это там обратите внимание у себя дома. Это такое как вот внешнее немножко окружение. Потом дальше вы подходите к своему дому, встаете перед своим домом, да. На что здесь можно обратить внимание? Что у вас слева и что у вас справа от дома? Смотрим. Вот фэн-шуй должно быть все гармонично. То есть, если мы живем в спальном районе, например, да, то желательно, чтобы все дома примерно имели одинаковую высоту. Если ваш дом, например, какой-нибудь маленький, пятиэтажный, а слева выстроили большую высотку, и она сильно гармонирует, вот дисгармонирует с вашим домом. Ваш маленький, а вот слева, например, от вас, вы стоите лицом к дому, лицом к своему подъезду. А слева от вас дом очень высокий, или справа дом очень высокий, такой дисгармоничный, да. О чем это говорит? Если слева, то будут отношения, будут проблемы с женщинами в этом доме. Если справа, то с мужчинами в этом доме. Просто у меня когда-то же знакомая слушала, как-то она говорит, слушай, сначала так, нет, у меня все как бы так нормальненько там, то есть, а потом как-то пришла честь, какой-то, слушай, говорит, а ведь и действительно так. Мы, говорит, когда въехали в дом, у нас рядом все дома были одинаковые, но они уже такая, она такая уже взрослая женщина. Вот, и тот же, говорит, точно, у меня же, говорит, с мужем-то пошли проблемы. Ну, в плане даже не то, что вот проблемы могли быть, ну, вот какого-то такого, просто он стал более как-то, проблемы со здоровьем у него начались. А когда проблемы со здоровьем начинаются, да, мы уже где-то у нас, мы когда нездоровы, у нас все нездорово вовремя встает. Вот, он просто как раз, вот у него начались проблемы со здоровьем, когда рядом построили как раз с правой стороны большой высотный дом. Просто в доме сразу пропали деньги, соответственно, когда нет в доме денег, да, хозяин дома не выполняет свою основную функцию, то есть добытчика, вот, человека, который обеспечивает свою семью. А вот если, допустим, дерево стоит высокое, тоже оно мешает, закрывает, допустим? Оно, нужно смотреть, как оно, создает ли оно гармонию, или оно вот прям как-то вот таким бельмом, вот таким уродливым чем-то вот является, потому что здесь вот деревья, они так вот по-другому, а вот здесь вот главное, посмотрите, дома, как они здесь находятся. Вот, и такие вот маленькие нюансы. Дальше мы заходим, когда в наш дом, тоже, кстати, бывает очень часто синхронность такая, вот обратите внимание, когда вы идете, вот, на косяки, например, около вашего, вашей двери в дом. Бывает не случайно, что вдруг пошли трещины какие-то с левой стороны или с правой стороны, какие-то потеки, там, краска облупилась или что именно, с левой или с правой. Тоже как показатель, вот синхронность такая, что что-то в доме с тем или иным человеком не в порядке, там, с женщинами или с мужчинами в этом доме. Вот, поэтому, как появилось что-то, заделывайте сразу эти такие мишеньки, да, чтобы вот все у вас было нормально, не углубляйте. Просто оно вам дает подсказку, вы обратили себе внимание, ага, что-то у меня где-то не так, надо это все убрать, заделать. Поэтому там такое пространство дает такую подсказочку. Вот, соответственно, конечно, самое главное, уже многие вещи, естественно, в нашей квартире очень часто не в порядке. И они не зависят как раз вот от того сектора любви, о котором вот говорится в поп-фэн-шой. Потому что самые основные сектора в нашей квартире – это северо-западный сектор и юго-западный сектор. Северо-западный у нас мужчина отвечает, юго-западный – это хозяйка дома. Но важнее вообще, вот самое важное, где находится у нас северо-западный сектор, есть ли он вообще у нас в нашем доме. Вот, здесь уже вот просто реально проверено на квартирах очень многих моих знакомых. Вот, ну, это вот четко, 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 четко работает. Потому что отсутствие северо-западного сектора говорит о том, что вот если девушка здесь и выйдет замуж, то мужчина у нее будет никакой. Больной, хромой, не зарабатывающий денег, не уважающий ее и так далее. В общем, ну, никакой. Что есть он, что нет его. Северо-западный сектор, вот он вот такой вот. Очень плохо, когда кухня находится на северо-западном секторе, потому что часто мы там готовим же, да, готовим на плите, плита – это огонь. Вот, северо-запад у нас относится к элементу металл, огонь у нас плавит металл, то есть получается, опять же, на мужчину нападение, и как бы тоже мужчина такой не очень, не очень, как это сказать, качественный в этом доме получается. Хорошо, если уже некуда нам перенести нашу кухню, то хотя бы нужно, значит, по-малому тайчи, что это такое, да, то есть сейчас немножечко отступлю от этого, да, вот нам для того, чтобы провести аудит, нужен план квартиры, компасные измерения, да, возьмите вот любой, вот, хотя бы совершенно простой компас туристический, делайте правильно вот эти компасные измерения, вот, квартира, план делится на 9 секторов одинаковых, если какой-то сектор отсутствует, мы его достраиваем до правильного прямоугольника, и, соответственно, вот этот прямоугольник, или там квадрат, что у вас получился, да, делим на 9 секторов. Смотрим, где у нас что находится, и точно так же на 9 секторов, это большой тайчи называется, весь план квартиры, и можно такую же сеточку, вот эту, сделать в каждой комнате, вот, например, на кухне, если она у вас находится на северо-западном секторе, мы точно так же кухню делим на 9 секторов, смотрим, где находится северо-западный кусочек, и в этот сектор обязательно не, не ставим в этот сектор именно вот плиту, что в другое, в другое место поставим, чтобы она не стояла, именно если северо-западная кухня, чтобы не стояла плита на северо-западном секторе северо-западной кухни, вот. В общем, здесь, как бы, вот на это обязательно, вот, обратить внимание, потому что вот северо-запад, ну, вот это вот 100% работает, что некачественные мужчины, мы же хотим, чтобы добытчики они были, мамонтов носили, да, в дом, и мы не знали таких вот забот, хлопот, а вот в таком доме часто такие вот не очень удачные отношения получаются. На что еще нужно обратить внимание? Мы в прошлый раз говорили с вами про звезду романтики, помните, да, это четыре у нас зверька, это у нас петух, это у нас кролик, это у нас змея и лошадь. И вот у каждого есть персональная звезда романтики, которая точно так же определяется на плане квартиры, и очень важно, чтобы в этом секторе не было больших предметов, такие как шкаф, там какой-нибудь цветок большой, потому что блокируется энергия персикового цвета, вот эта звезда романтики, или по-другому ее называют, энергия персикового цвета, она блокируется, и в этом доме очень тяжело девочке, девушке, женщине выйти замуж, потому что вот ее эти энергетики перекрыты. Вот, поэтому про персиковый цвет тоже нужно его знать, где он находится, и есть определенные техники, вот многие, может быть, воспользовались в прошлый раз по ходам на вечеринки в определенный час, в определенный день, да, или там подачи своей анкеты на сайт знакомств, возможно, да, вот, и точно так же вот можно использовать вот эту звезду романтики для того, чтобы активизировать вот эти энергии романтики в доме, и в этот сектор в определенный тоже час, желательно вот в те же часы, которые я говорил, ставятся вазы с живыми цветами на две недели, регулярно меняя их, это такая вот активация фэншуйная романтической удачи, поэтому тоже очень важно знать, где у вас звезда романтики находится, именно ваше конкретное, вот в вашем доме. Не блокирована ли она каким-нибудь шкафом большим? Иногда люди говорят, ой, а куда же мне шкаф-то вынести? Или вот он мне тут нужен, он для меня важен, да, тогда возникает вопрос. Так что важно, шкаф важен или личная жизнь важна? Надо выбирать. Либо шкаф остается на месте, да, либо уже, как говорится, шкаф убирается, и мы все-таки устраиваем свою личную жизнь, и, как говорится, каждой женщине все-таки нужно себя реализовать, в, как говорится, да, чтобы она была и любимая, и любящая, и счастливая, и чтобы у нее были детки. Обязательно женщине нужно это. Поэтому шкаф, что это не такая важная вещь, чем вот встреча с человеком, о котором, так сказать, она тут мечтает всю свою жизнь. Вот. Ну да, со шкафом мы не будем строить свои личные отношения, поэтому интересно. Дина, правда, я почему-то сейчас подумала, что... А вот вопрос, как так может быть, чтобы не было юго-восточного сектора? Все равно же он будет, даже если многоэтажный дом, ну, там все равно как-то же ведь захватывает он этот сектор. Может быть, как я говорю, у соседа. У нас бывают квартиры, вот если вы берете план своей квартиры, он у нас бывает Г-образный. То есть у нас вот располагается, ну, там, не знаю, да, например, как-нибудь вот таким каким-нибудь образом, да, вот вот здесь вот, вот что-нибудь вот так вот. И вот получается вот здесь, видите, вот, например, уголочек срезанный. Что-нибудь в таком духе. У нас не все квартиры, если вы смотрите план, они имеют идеальную форму прямоугольную. Если небольшие вот отступления, это нормально. Получается, это практически всегда у нас какой-нибудь сектор отсутствует. И очень плохо, когда отсутствует северо-западный сектор. Ну, и юго-западный там тоже в том числе. У меня был один клиент, трижды женатый мужчина. Мужчина, вот, знаете, вот красавец при деньгах. И три жены его сами от него уходили. Дороги думаешь, вот чего девчонкам не хватает. И вот когда я у него посмотрела его квартиру, оно еще по другой там технике, цемельской. И вот у него в зоне хозяйки дома стоит любовный треугольник. Вот так и получилось, что они от него всегда сами уходили к другому мужчине. То есть вот с официальной женой в этом доме у него всегда были и вот будут всегда проблемы, к сожалению. Зато эта квартира его поддерживает в плане финансов. Он хорошо зарабатывает. Ну вот. А вот, увы, в семейной жизни вот как-то не очень квартира держит. Девушек, женщин, вернее, жен у него в этом доме. Поэтому здесь очень много таких вот нюансов. И одной, одним зоной романтики, вот одной, по попу фэншу, здесь не отделаешься. Здесь, конечно, на многие вещи нужно обращать внимание. Уже не говоря вот, это такой вот минимум, да, это вот окружение посмотреть. Там очень важно, вот где у вас спальня. Например, что за окном спальни. Не стоит ли там какой-нибудь угол дома, не смотрит ли на вашу спальню, что тоже это так называемый негатив, негативная энергия. Да, там нет ли каких-нибудь уродливых строений, там недостроя какого-нибудь, там стройка с этим краном большим, да. Мусорка под окном и так далее. Вот много-много вот всяких факторов. И вот ты хоть сколько вот ставь этих уточек, мандаринок там и так далее. Вот если так складывается, что энергии хорошей романтики блокируются именно негативными, то очень тяжело сохранить вот эту романтику в этом доме. Поэтому даже рекомендуют, что если у вас в доме не очень все хорошо, то если вы вышли замуж, то ищите вот что-нибудь другое. Потому что в этом доме, помните, я вам говорила, что 33% забирает жилище удачи. Оно либо дает нам эту удачу, либо забирает ее. Поэтому вот здесь уже для себя нужно уже определяться и понимать. Либо работать над собой, что, знаете, гораздо сложнее работать над собой. Либо вот уже думать о том, как, что, как делать вот в этом доме. Хотя вот я говорю, бывает достаточно сложно что-то изменить, потому что здесь уже надо кровать ставить в определенном, в определенной, там тоже есть такие же энергии. Я вам как-то же на вебинаре каком-то новогоднем рассказывала, там эти летящие звезды и так далее. Вот много всего, которое влияет на романтику. Поэтому вот одними уточками, конечно же, здесь не отделаешься. И если вернуться еще к звезде романтики, здесь такие есть очень интересные, кстати, фокусы. Вот кто-то о романтике говорит вам, чтобы найти любовь, встретить любовь, да? А бывает такое, как ты мне надоел, что бы сделать такого, чтобы ты от меня ушел? Или там, чтобы ты ко мне охладел, там и так далее, да? Есть вот как раз здесь и такие техники. Как раз девочки вот у нас на курсе, помню, рассказывали про это. Вот тот же, да, персиковый цвет. Когда знаешь персиковый цвет своей второй половины, ставишь в эту зону персикового цвета большой цветок, пальму, там, фикус, еще чего, да? И все. И через какое-то время к тебе интерес пропал, человек к тебе охладел, и люди часто разводятся и так далее. Просто некоторые, не зная это, ставят цветок. Вот у многих придешь, там у них оранжереи. Куча цветков, цветов этих больших, маленьких и так далее, да? Вот. Не нужны большие цветы в доме, потому что можно поставить их. Совершенно не в то место, а потом репу чешешь. Что такое? Почему он ко мне охладел? У меня знакомая, она все время выбирает ее на пальму. Прямо она вот ищет их. И как бы там, ну, не совсем складывается отношение. Вот она ищет себе приключения на свою Анжелу, как говорится. И вот она его двигает постоянно куда-то, эту пальму. Вот. Можно двинуть так, что вот получится, что сдвинет не те энергии, и вот мужчина совершенно потеряет интерес. Ну, ведь действительно, смотрите, мы как-то относимся к этому не совсем серьезно, хотя мы, в принципе, сами с такой, как бы, ну, биоэнергетическая такая масса, да? То есть мы сами проводники энергии, мы сами энергию вырабатываем, опять же. Нами можно целый город освещать, по большому счету. Но почему-то мы не принимаем во внимание, что можно энергию перекрыть, допустим, да? То есть собственными руками, по большому счету. Можно... Вот, вот, вот. Да. То есть вот и почему-то ищем оправдание, то есть вот то, что происходит, мы ищем где-то вовне. То есть некое воздействие, значит, кто-то там на нас что-то там навел, испортил, позавидовал и прочие вещи. И вот смотрите, у меня сейчас такая мысль интересная пришла. То есть по большому счету мы сами себя, ну, вот в большей части, да, нам что-то понравилось, мы это сделали. Нам цвет... Мы же никогда не рассчитываем в этой зоне, там, допустим, в спальне, да, какой должен быть цвет обоев, мебели, значит, убранства вот это вот. Нам понравилось, мы пошли, значит, увидели, не знаю, там, действительно огромный цветок, да, запихали его красиво, ну, красиво. Вот. То есть мы не планируем. Многие же люди свою жизнь-то не планируют. А что же говорить о своем жилище-то? Что говорить вообще о том, что возле дома находится, да? А что возле... Ой, возле дома мы вообще там не смотрим, да. Да. Вот еще такой интересный момент. Мы заходим в подъезд. Это же не наши. Что мы тут будем делать? А заходим, допустим, на свою лестничную площадку, тут тоже не наша, по большому счету. И там стоят, порой, хлам стоит, и там стоят, порой, какие-то старые шкафы и старые... Ну, это вот, это вот реалия. А некоторым... Так вот как раз они и блокируют, да? Да. А потом, ешь, когда по городу смотришь, вот на лоджиях, знаете, там тоже весь хлам туда, говно, сгружен, да? Да, вроде как солнечная сторона и южная, и все, но там столько много всего. Какие-то палки какие-то, шкафы какие-то... Ну, то есть видно бывает. Кто поскромнее, эти там шторочки полежали. Тем более сейчас вот эти новые дома, где стеклянные огромные лоджии, застекленные сейчас, я не знаю, но у нас это есть. И вот из-за того, что они стеклянные, люди перестали туда хлам скидывать. Это более-менее обустраивают. Но вот старые дома, когда смотришь, что там действительно вот... То есть с одной стороны подъезды, может быть, все что угодно, да? И здесь уже неважно. С южной стороны. И на лоджии или на балконе там тоже этого хлама полно. В общем-то, потом мы жалуемся, что у нас не прет жизнью. Какие-то... Ну, как на американских горках ездим, да? Где-то маленько выправились, и тут же у нас хоп туда, вниз. Поэтому надо действительно простраивать свое пространство и смотреть внимательно. Поэтому мы решили, что будет интересно такой небольшой мастер-класс про омантики. Потому что, ну, давайте уж не будем кривить душой. Одному плохо. Одному плохо, неуютно, грустно. И когда люди вместе общаются, особенно когда это касается более зрелых, более зрелого возраста, это уже лет за сорок, сложнее найти себе партнера, сложнее найти... То есть, ну, надо раскидываться людьми, мужчинами, можно так сказать. Одно это хорошо, конечно, бесспорно, но это неправда. Поэтому... Ой, кстати, да, кстати, Наташа, вот как раз в прошлый раз мы немножко недоговорили, просто интересно, кто там использовал вот эту технику, да, день, час, вот, звезды романтики. Вот. Самое главное, что нужно, да, убрать вот эту надпись вот здесь вот на лбу. Хочу замуж. Чтобы она вот здесь ярким светом, неоновым, не светила, чтобы вот эта нужда в глазах, там, в ваших действиях, да, чтобы она не была. Одно дело, да, есть такое желание, мы вот это использовали, старались активизировать это вовремя. Но если приходишь на встречу, например, да, или общаешься с человеком, а он видит вот это у тебя, хочу замуж. А мужчины же они какие, они же трусы. Он это видит. Для него это как красный свет для этого быка, да, он сразу же делает ноги, вот, что не дай бог, его только он тут, так сказать, стал холостой, а его тут хотят уже снова, так сказать, оженить, окольцевать. Поэтому вот в отношении должна быть мутность. Нужно относиться к этому вот очень легко. Вот. Мне, главное, хочется в этом плане такой маленький совет дать. Я его вычитала в одной книжке, и у меня уже многие клиенты этим тоже воспользовались. Смотрите, вот когда, у нас же как принято, ну, например, даже вот мы общаемся, с кем-то нас познакомили, или мы общаемся, сайте знакомы, да, назначается встреча. Как мы приходим на встречу? Ну, фуфыримся, расфуфыримся, ночь не спим, волнуемся, продумываем, о чем мы будем говорить, там, да, и так далее. Соответственно, мы хотим себя показать, что он, что она. Хотим показать себя в таком более выгодном свете. Соответственно, не показываем себя никак. А если, бываем же мы, не знаю, как мальчики, но вот девочки, с которыми мы общаемся часто, они такие скромные. То есть, пришла на встречу, а там вообще не то, кого она видела в анкете, например, да. У меня самой такое вот было, немножко, вот сейчас, чуть попозже расскажу. Ну, значит, как уйти? Надо правила приличия как-то соблюсти, чтобы человека не обидеть, да. Вот. Что предложил вот человек, про которого я вам советую хочу рассказать? Он говорит, приглашайте человека на тусовку. Например, вот, идете вы куда-то, например, на вечеринку какую-нибудь, да. Вот у меня было, я пригласила, мы с девчонками поехали на пляж. Звонит мне, значит, так сказать, кавалер. Я ему говорю, слушай, мы тут с девчонками на пляж едем, давай приходим. Значит, а вам Кетти такой, представительный мэн, значит, был, да. И вот мы, значит, такие на пляже сидим. Идет. И вот у меня подруга говорит, я увидела твое лицо. Оно вот так вот. Значит, изменилось полностью. Оно стекло. Оно совершенно не то, что себя позиционировало, да. То есть, вот, это что-то такое большое, совершенно такое беззубое, как говорится, да. Для меня просто шок. И думаю, если бы я пришла одна, это вот, это как это? А тут мы на пляже, мы все вместе. Он вроде с нами, и вроде не со мной. Или я не с ним, вроде. Мы вместе пообщались, пообщались весело, да, и разбежались спокойненько, без всяких вот, не надо выдумывать, что говорить, как говорить, там накраситься, не накраситься. Посмотрела, не то, все, все нормально. Поэтому тоже используйте. Идете на вечеринку, возьмите его вот там с собой. Там девчонок много, мальчишек много, да. Пришли, не понравились, разбежались. Он с одними танцует, да, вы с другими танцуете, но как бы нормально. И поэтому легкость вот эта. Вы не привязаны, вы ему ничего не обязаны, и у вас вот этого нет. Здесь самое главное семафора. Не сигналит, не сигналит ничего. Легко, легко. И вот это вот такой вот совет мне тоже вот очень понравился. И если мы уж решились сейчас думать о том, что нам нужно устраивать, в квартире что-то делаем, да, вот делаем какие-то действия свои, используя вот звезду романтики, назначая дни встреч, используйте вот такой приемчик, вам гораздо легче будет вот эти встречи проводить. просто реально, потому что, чтобы найти все-таки своего человека, нужно, ну, повстречаться со многими людьми, и чтобы у вас вот как раз, помните, в прошлый раз вы говорили, что у женщин разочарование наступает. То есть вот один не то, да, второй опять не то, а так вот десять повстречалось, и все не то. Что мое? Где же то вообще, да? Что у меня уже все звезды романтики, какие были в этом месяце, использованы. Где оно мое? Вот, поэтому относитесь как к игре. Да, нет. Следующий. Да, нет. Следующий. Спокойно. Вы, как директор, выбираете свой персонал. Как говорится, да? А сколько порой проходит? Так же и здесь. Чтобы выбрать своего человека, нужно порой определенное время затратить. Поэтому вот используйте вот эти знания, но относитесь к ним с легкостью. С легкостью относитесь, что сегодня нет, а завтра, завтра будет да. Поэтому здесь вот тоже возьмите. Замечательные советы на ваши. Вот, Дина, смотрите, я слышала очень много всяких выступлений по поводу замужества, значит, как познакомиться. Мужчины учили, мужчины. Я все время думала, думаю, как можно женщину научить строить отношения, мужчина. То есть он со своей точки зрения рассказывает. И ему непонятно все равно, что чувствует женщина, когда она идет на свидание, когда она готовится. И вот здесь вот тут, тут прямо четко подмечено, что на каждое свидание, это как на подвиг, на каждое свидание, это как будто в ЗАГС уже, все. То есть начинаются какие-то мысли, значит, действительно что-то себя привести в порядок и пытаются выдать желаемое за действительность. То есть вот я не такая, но я вот выдам себя, то есть как бы по английски, там понятно, да, что человек что-то хочет, но это все проявляется, во-первых, действительно. Разочарование будет жуткое, если это не то, что хотелось бы увидеть. Ну и естественно, мы сами это разочарование себе создаем. То есть вот это ожидание, оно не оправдалось. И мы это ожидание создали сами. И вот я полностью согласна, это классно, прямо здорово. Поэтому я вот и говорю, вот эту легкость, ее не нужно исключать. Вот именно ко всему надо с легкостью вот здесь подходить. Если встречаешься сегодня, это не значит, что все, вот ты сейчас встретилась, все, завтра там, побежите в ЗАГС, там, и это будет твой человек. Нет, вы просто встретились, а возможно, это просто какие-то даже интересные контакты завяжутся, потому что он может быть интересным, достаточно интересным человеком, чем-то занимается, и ваша сфера деятельности может чем-то пересекаться. Вы будете, у вас может продолжиться общение вот именно на каком-то деловом уровне. Да, ну вот, а если этой легкости не будет, то вот наступает какая-то обида, да, блин, я тут готовилась, а тут непонятно. Я покупала себе обувь, я отняла прическу, я кучу денег, а он не то. А он не то, да, да, да. Поэтому здесь вот спокойно, что действительно, как вот говорят же, там вся наша жизнь игра, и вот мы теряем, сгадаем вот это, и игру, чистая, которая есть непосредственность, которая есть в детях. И вот надо здесь именно вот с таким вот подходить. Кстати, как раз вот этот совет дал мужчина. Вот именно он как раз понимает, да, он как раз понимает, да, именно с точки зрения, вот они же видят, как ведет себя женщина. Здесь получается, что, в принципе, как бы два человека встретились, да, вот действительно, вот комфортно обоим, и кто не обиделся. Возможно, конечно, он увидел, когда-то ему что-то как бы и понравилось, но он прекрасно тоже понимает, что он не фонтан, это не его человек, и он не подходит. Насчет того, что действительно можно выстраивать отношения, можно заводить какие-то связи, потому что мы разучились выстраивать отношения, мы разучились завязывать знакомства, мы разучились общаться. Если у нас есть цель выйти замуж, то значит, для чего? Чтобы решить свои проблемы, чтобы финансовую сторону лучше, то есть для чего вообще выходит замуж женщина? Она пытается, сидим молодежи, это точно, многие хотят с мерседесом, с квартирой, с дачей, с выездом к морю, и вообще, ну, то есть шикарная жизнь, ну, такого нет, мало очень. А вот уже кто постарше, те уже, как бы, женщины, наверное, все-таки приглядываются, чтобы было комфортно уже, но опять же, опять же, здесь найти человека по душе, по большому счету, потому что мы прекрасно понимаем, что с этим человеком нам придется, ну, следующий этап своей жизни проживать. Если мы серьезно будем, ну, зануды же никому не интересны, правда, Дин? Когда человек приходит и начинает тебя сразу же оценивать, как на ярмарке, подходишь ты, не подходишь, сколько ты стоишь вообще, в идее. И я думаю, что здесь нужно обоим постараться, да, чтобы понравиться, обоим надо постараться, чтобы, ну, понять, наверное, потому что, хоть у нас и есть кредит доверия, но он такой маленький, мы можем проколоться, по большому счету. И я согласна полностью с тобой, легче. Жить надо легче. Жить надо легче. И вот просто знание, когда мы используем, например, даже вот эти романтические энергии, мы просто встаем более привлекательными. Нам просто меньше каких-то самой усилий надо делать, чтобы понравиться. Просто, с одной стороны, мы добавляем легкость, да, это вот такое для себя правило берем, а помогаем себе быть более интересными, как раз используя техники функционирования. там, например, в звезде, в звезде романтики у нас стоит ваза с цветами, это такая активация, две недели, она создает вот определенный, как открывает коридорчик, да, такой, плюс мы используем, когда дни и часы романтики, что тоже делает нас более привлекательными, в эти дни и часы мы более привлекательны, нам меньше усилий надо делать, и плюс мы добавляем свою легкость, свою легкость, непосредственность, веселость, ведь что интересно другому человеку, чтобы мы его не грузили проблемами, не у всех, а когда мы светимся, как солнышки, да, или лампочки такие вот яркие, да, к нам всегда вытягиваются все, поэтому вот эта легкость наша, и плюс вот эта энергия романтики, которую мы таким образом создаем сами себе, помните, 33% наших действий сами себе ставим, они помогают нам сделать нашу жизнь более интересной в плане вот той же романтической удачи. Это женщина, как цветок, на который считаются мутыльки, а если женщина будет как припильник с колючками в разные стороны, то естественно туда прилетят только определенного качества мужчины. Да, да, да. Поэтому мы решили с Гиной, что обязательно нужно провести какой-то мастер-класс небольшой по романтике, но о нем мы поговорим в следующий раз, и в следующий раз у нас будет встреча, возможно, даже не на Блабе, посмотрим еще, чтобы было доступа больше. Это будет 25 марта в 19.00 в Москве. И кто не смог прийти, я сделаю рассылку, значит, и записи вы посмотрите, сделайте, сделайте эти потрясающие техники, это интересно, прислушайтесь к советам Гины. И уже 25 числа мы дальше продолжим. нашу встречу, и Диночка поделится еще советами. И, конечно же, я там расскажу про цеменские техники, как можно гулять за любовью. Не просто гулять, а гулять за любовью. это же романтика, если у вас вдруг дом не то, с дома нечего выжить, если у вас пободзы тоже увы, что делать-то? Нужно что-то искусственно создавать. Помните, я вам говорила, что китайская метафизика, она такая обширная, что можно на любой вкус и на любой ситуации что-то найти. Вот есть такие техники, цемень, про которые я тоже как-то рассказывала, и вот там есть такие вот романтические прогулки, например, гуляем за любовью определенные дни и часы, расскажу вам тоже в следующий раз про это. Классно, здорово, и вот я смотрю на Дину, это такой человек светлый, искристый, яркий, это настолько теплый и настолько приятный, такое чувство, что Дина, у вас нет проблем в жизни вообще. Ну, они у всех как говорится случаются. что они есть, но мы еще и общаемся за кадром, то есть мы общаемся еще и за винарами, это чувство, оно не пропадает, даже в строчках читается, что вы, я думаю, что девочки, есть у кого поучиться быть вот такой вот легкой, светлой и уметь убирать, не показывать людям, что тебе трудно, у тебя проблемы есть. Действительно мужчины не хотят решать чьи-то проблемы, тем более незнакомые женщины, не знают, почему он должен решить проблему, иначе тогда у нас, если бы так жили бы все, то, наверное, у нас бы каждый встречный бы нам наши проблемы решал, но, к сожалению, это не происходит. Я думаю, что бы, ну, наверное, не потому, что решай сама, но если мы ищем мужчину для решения своих проблем, ну, долго придется искать, а если мы ищем мужчину для отношений и не показываем вот этих вот хочу замуж, хочу денег, хочу там что-то еще, то и легче относимся к этим встречам. И вот я думаю, что, знаешь, Дин, когда мы, вот я почему люблю говорить про навыки, да, мы разучились знакомиться, мы разучились общаться с мужчинами, и когда мы встречаемся, ходим на свидание, у нас появляется навык общения с мужчиной, мы уже четко понимаем, кого, мы даже начинаем понимать, кто же нам нужен на самом деле, потому что, когда мы можем писать на бумаге, как вот бывает, напишите, какого мужчину вы хотите, прямо пропишите его, ну, откуда я знаю, какого я хочу, если я не знаю, если я давно не общалась с ними, да, если я давно с ними не общалась, если у меня женский коллектив, если у меня вокруг окружают только дети, ну, только женщины, либо если я работаю в детском саду, только дети, и там тоже есть мужская осык, но она маленькая, еще, а вот зрелого, взрослого мужчины вокруг нет, и даже соседи, по большей части, женщины, и пожилые люди, вот, я думаю, что все-таки это надо делать, и тот мастер-класс, который мы приготовили, Гина приготовила, я думаю, что он поможет, но легче, наработывайте навык общения, разговаривайте с мужчинами, они забавные, они интересные, и у них многому можно научиться, и их можно научиться наблюдать, во всяком случае, понять сложно, но тем не менее, наблюдать их можно, изучать, изучать можно, мы изучаем себя, опять же, свое отношение к ним, что мы хотим от них получить, и вот так вот простраивается, в принципе, наша жизнь, мы начинаем ее по-другому видеть, у нас появляется новый навык, да, общения по-другому с мужчиной, с вами была я, Наталья Исакова и Дина Орехова, всем пока, пока, и мы вас ждем 25 числа, в 19.00, ссылочка обязательно будет, записи можно будет посмотреть на ютубе, в группе вконтакте, ссылки будут под этим видео, когда я их загружу на ютубе, и воспользуйтесь советами, пока они еще бесплатные, вам никто, вот так вот просто, ну, мало кто дает, обычно пытаются какой-то фокус, а это такие советы простые, такие простые, легкие и комфортные, и хочется на самом деле применять в жизни, все, до свидания, любви и счастья, любви и счастья, обязательно, и надо успеть, все растает, правильно, и когда будет зло, не с кем будет, главное, чтобы самим не растает, точно, надо быстрее торопиться, пока, пока, т.р. Тик.